Эта встреча могла бы не состояться. Наталья рассказывает, как только узнала о страшном ДТП, в которое попали российские туристы, сразу же начала связываться с близкими. Отдыхать на море улетела ее дочь. Тревогу. Написали, позвонили. Все хорошо. Все равно беспокойство там же все-таки наше. О трагедии Анна узнала из сообщений матери. Написала в телеграме и спросила, как мы в порядке. Напомним, в понедельник вечером автобус, в котором находились 22 туриста из России, попал в ДТП в районе курортного города Манавгат в провинции Анталии. 16 человек помесили в больницу, четверо скончались. 2 августа в районе Манавгат около 18.00 по московскому времени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталии. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра. Сотрудник генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП, сказал представитель генконсульства Российской Федерации в Анталии. По предварительным данным дорожной полиции, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. Добавили в депмиссии. Турецкие водители очень неосторожны, очень неаккуратны, гоняют, нарушают все правила. Выезжают и на встречную полосу, и засыпают за рулем. Ну вообще, будет отвратительно. По прилету много было звонков от родственников о волнении, живы мы или что с нами случилось. Надеемся, что все, кто остались живы, благополучно вернутся домой. Как сообщили в турагентстве, в салоне автобуса находилось 9 детей. Все туристы отправлялись в Самарскую область. Они должны были вылететь рейсом 6394 «Анталия-Самара». Буквально в эти минуты совершил посадку самолет 6394 из «Анталия». Некоторым людям ожидание этого рейса показалось вечностью. Встречаю своих родителей, братьев и сестер. Хочу встретить. Думаю, что встретить девушку. Давайте, пожалуйста, взять. Мне сейчас трудно. Буквально за час до вылета узнали. Быстрее своим тоже стали писать, звонить. Тут же пошли звонки, сообщения. Удивительно, что, в принципе, движение спокойное достаточно было. Как случилось, кошмар. За ситуацией следят и региональные власти. Губернатор Дмитрий Азаров уверил, что всем пострадавшим окажут помощь как за пределами страны, так и в родном регионе. С тревогой следим за ситуацией, которая разворачивается в Турции. Как вы знаете, в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с самарскими туристами. Эта трагедия уже унесла жизни людей. Часть пассажиров автобуса доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Сейчас предпринимаем все меры для того, чтобы выяснить фамилии, имена людей, которые попали в ДТП. Конечно, фамилии погибших и пострадавших. Для того, чтобы понять и оказать всестороннюю помощь. Для родственников пострадавших открыта горячая линия. Страховая компания выплатит денежные компенсации. Телеканал Самара ГИС продолжит следить за развитием событий.